привет, привет, мои кодиадочки привет, привет, мои хорошие смотрите, что у нас сегодня у нас будет мобанг и тинг на заказ от нашего зрителя сказочника и сегодня мы сравним что же вкуснее крылышки KFC или же мои домашние крылышки я их попыталась приготовить точно так же, как и в KFC я их пробовала готовить несколько раз у меня не получалось но теперь более-менее что-то вышло похожее я хочу, чтобы вы сравнили вот это крылышки острые крылышки а это мои домашние есть отличия в панировке вот в панировке и впервые в жизни я буду сравнивать как же это будет вкусно всем любителям KFC приятного аппетита и еще у нас есть разные соусы майонез сырный соус соус барбекю кисло-сладкий и классический кетчуп все эти соусы из KFC и картошка в закусочку тоже из KFC надеюсь, вам будет так же вкусно как и мне так что всем любителям вкусно покушать приятного аппетита приступим начнем да, здесь все-таки в KFC больше панировка пробуем эти именно острые крылышки я еще не пробовала ни разу они такие действительно острые с барбекю вообще отлично такая курочка вкусняшка мне кажется многие люди делятся на 2 вида любителей KFC и любителей Макдональдс интересно что больше вы любите вкусно так мне еще так хотелось кушать мне очень вкусно прям наслаждение такая крупная панировка ну что сравним теперь с моей ножкой верни с моим крылышком первый раз когда я пробовала приготовить подобное блюдо у меня вообще получилось такое кто видел кто успел вернее уже посмотреть я в инстаграм выкладывала первое фото этих крылышек оно конечно ужасное но как получилось а в этот раз конечно уже поприличнее это все выглядит мне похоже мне похоже сбоку на жареную рыбу с чем же попробовать свое крылышко давайте соусом это сырный соус я кстати люблю все сыр на пицце с двойным сыром домашнее крылышко но мои крылышки конечно менее острые потому что они наверное кладут какую-то специальную приправу или еще что-то менее острые у меня получились но это это и к лучшему и мои крылышки больше похожи на домашние здесь курица ну такая какая-то волокнистая домашняя знаете а здесь курочка чувствуется в сравнении более искусственно даже неожиданно так сравнивали возьмем еще в кисло-сладкий попробуем скажу вам потом с чем вкуснее не ожидала даже что получится съемка этого видео переносилась два раза так как я все не могла приготовить их я добилась своего попробую попробовать готовить что-то подобное если да напишите по какому рецепту я готовила так сначала я взяла крылышки поотрезала от них часть потом я их обволокла в муке потом в льезоне смешанное с солью и еще немного я растолкла хлопья у меня были обычные кукурузные желтые хлопья они были сначала крупные и в первый раз у меня не получилось а потом я их растолкла добавила в этот льезон оволакивала еще раз и потом уже более в крупных хлопьях вроде бы выглядит неплохо а изначально я брала только крупные хлопья и они у меня не пристали то есть не размокли но потом мне подсказали что их надо в муку издолоть давайте пробовать давайте пробовать с кетчупом домашняя крылышка сочная получилась сочная получилась я бы думала что у меня получится более сухое если долго мучиться то что нибудь получится в какой еще надеюсь сейчас вам так же вкусно как и мне вкуснее в какой еще не знаю даже во что макнуть потому что совсем вкусно в этот раз я не стала брать соусы карри я их не люблю а взяла все что мне нравится кроме майонеза у меня чтобы не быть свинюшкой я съела только 3 крылышка лучшее такое чувство что я наелась кстати я видела разные люди едят и по 25 крылышек и по 30 крылышек не знаю куда в них влазит пипси колка заказывала пипси колы тоже в KFC но к сожалению они не привозят в их пластиковых стаканах а только в банках и путылочках аааа фасфуд фасфуд такой вредный но такой вкусный немножко картошечки для разнообразия сказочник хочет наверное меня раскормить чтобы я была толстенькая на пляже летом на море как вкусненько даже не знаю что еще скушать я скушала 2 своих крылышка и одно такое но давайте чтобы было поровну в барбекю в барбекю остренькая начинается опять поросенкотерапия реально они острые у меня наверно уже очень красные глаза я буду перец очень острый называется халапеньо халапеньо маленький зеленый перец самый-самый острый перец я знаю человека, который любит постоянно кушать этот перец и он в разы острее чем эти крылышки я раньше тоже очень любила острое, а потом просто перестала кушать острое и отвыкла поэтому сейчас мне так очень остро видите, мне кажется тут даже видно чуть-чуть красный перец но я так думаю вот с сырным соусом все вкусно уже вываливается сорта я пополам это пицца пиццу хомячок чуть-чуть уже наелся хомячок, который живет во мне если бы я не толстела но может кто-то из вас меня поддержит то я бы кушала постоянно фастфуд шоколад побольше но приходится сдерживаться иначе можно вырасти огромных размеров кто придумывает все эти рецепты вы нормальные нельзя так вкусно делать глаза ели бы и ели бы съела я не так уж и много но думаю еще можно попробовать давайте еще KFZ тут реально такие кусочки большие получаются а в моих любой возьмем они они не настолько сухие и не настолько крупные но мне кажется очень похоже получилось только эти у KFC светлее идут заметно и с более плотным кляром а эти я их в масле может у них какое-то масло я обычно делала на олене обычное масло поэтому они более коричневые рыжие получились ну давай крылышка с каким же соусом можно миксануть можно миксануть все руки грязные майонез и немножко кетчупа вот я знаю некоторые люди любят отдельно питаться скушали крылышки скушали картошечку и был бы салатик там еще салатик а я люблю когда все вместе в прикуску мне кажется так вкуснее все все я уже не могу я очень наелась сегодня был отрыв забить всю остроту забить всю остроту подчерить ручки ну ребятки на этом будет видео наше заканчиваться надеюсь вам было так же вкусно как и мне надеюсь вы тоже вкусите что то вкусненькое вместе со мной я попрошу вас я попрошу вас оценить хотя бы на вид как выглядят мои крылышки домашние домашнего приготовления по сравнению с крылышками я очень старалась их приготовить с первого раза у меня не получилось потом я уже насчиталась много рецептов все таки добилась результата но оцените от 1 до 10 как и у меня получилось обязательно напишите делали ли вы дома что то подобное получилось ли у вас приготовить может быть у кого то тоже как и у меня не получилось с первого раза ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите в комментариях что будем кушать еще в следующие разы приходите ко мне на стримы буду рада со всеми вами пообщаться все до новых встреч пока пока